Руслан Амельханян Со штрафного получилось от рикошета забили. Но я думаю, такое тоже мы должны терпеть, потому что надо работать над собой и дальше работать над реализацией, чтобы в дальнейшем таких моментов не было. Из чего такой вывод, что результат незакономерен? В чем именно преимущество не проявилось ваше? Ну, потому что мы очень хорошо катали мяч, выходили с обороной, очень хорошо. Но в третьей зоне чего-то не хватало, мало было все-таки моментов, ударов, поворотов. Из-за этого, я думаю, нам в этом, можно сказать, не знаю, может не наш день сегодня был. Я думаю, из-за этого результат незакономерен, потому что должны сегодня были вообще побеждать по игре, вот так есть сказать. Очень хорошо играли. Ну, бывает такое тоже. Спасибо, удачи. Михаил Агалимов, главный тренер АВКА Сочи. Хотелось бы узнать, что, на ваш взгляд, не получилось? Вот ваш игрок сказал, что результат незакономерен. Согласны ли вы с ними? Знаете, я сейчас о результатах, разговариваю после игры, как бы тоже неуместно, потому что у нас результат один – воспитание игроков. То есть воспитывать и повышать их индивидуальные качества. О результатах игры, это, как бы, знаете, не сейчас надо разговаривать. Надо вот нам подготовить игроков к молодежному первенству, да, к 17-18 годам, чтобы они были, обладали каким-то мастерством определенным. А результат, он, как бы, для нас вообще не важен. А вообще, в целом, в моменте с голым, что произошло, когда со штрафного отрикошета забили? Да, какая картинка у меня в голове. Мяч был падающий, воротарь вроде сыграл, переправил в перекладе, но он отскакивает и нападающий соперник нам добил гол. А как тренер, результат, если не важно, он вообще в целом вас удовлетворяет качество игры, если от результата не отталкиваться? Вы знаете, соперник, он сегодня играл в оборонительный футбол, то есть откровенно сели на свои половины и пытались играть на контур-атаках. Мы, у нас атакующий стиль, мы пытались вскрывать эту оборону, было даже сегодня интересно. Мы еще, по-моему, это пятый матч, да, мы еще не попадали под такую команду, которая играла именно от обороны. Прям сидели компактно, все это вот, кстати, да, дать тренеру должность, что вот определенное какое-то мастерство подготовил команду к оборонительному футболу. Да, они пытались, да, на контуре играть, некоторые даже атаки проходили, были опасные, да, так сказать. Но мы в свой футбол играем, с такой вот атакующей, от обороны как бы не сидим, но пытаемся всех на контроле мяча доставлять мяч в штрафную площадку соперника, ну и там какие-то опасные моменты создавать. Ну, на что сегодня были способны, так и получилось. Спасибо, удачи. Ростислав Тимченко, полузащитник Академии Рамзан. Что сегодня не получилось у команды, чтобы победить и в целом удержать этот счет, который был? Ну, все получалось, играли как планировали, тренировали оборону, смотрели игры в Сочи, ну, играли вторым номером, терпели-терпели, чтобы на контур-атаке как забить, так и забить. Вот, так все получилось. Просто? Просто неудачный отскок, автогол защитника, и так. А так все хорошо, все парни молодцы наши. Все, спасибо, удачи. Спасибо. Ахмед Межиев, главный тренер Академии Рамзан. Ахмед, что сегодня, на ваш взгляд, не получилось? Результатом в целом довольны или нет? Скажу правду, результатом довольны. Мы знали, с кем мы играем, с какой командой. Это команда лидера у нас. Мы просматривали две игры, с Алани, как они сыграли, и с Академией Краснодарского края. Ну да, наверное, для зрителей это неинтересно, нудная игра была, но мы по плану, мы играли вторым номером, оборонялись, терпели, ждали момент. Момент появился, гол забили, но, к сожалению, выиграть не удалось. А результат закономерный, 1-1, я считаю, справедливый результат. Тренер команды соперников подметил, что у вас в целом очень хорошо игра от обороны построена, действовали вторым номером. Вообще, изначально вы так планировали, что будете действовать вторым номером? Да, против этой команды мы тренировались, наигрывали вот это. Вторым номером мы готовились именно к этой команде, чтобы играть вторым номером. К следующим играм мы индивидуально готовимся к другой команде, сейчас Кротера уже будем по-другому, я так думаю. Спасибо. Спасибо.